Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Вот мы считаем, и сказал им, идите по всему миру, видите, под дверями. Ну кто-то так вот пошел домой, потом видел, о, что же я не туда пошел домой-то, надо идти проповедовать. Поведовать. Случится это чудо у нас или нет? А ведь в этом заключается вся жизнь. Когда говорится, что сошел Дух на Анну, она начала благовествовать. На Божью Матери она начала благовествовать. Сошествие Духа Святого выразилось в день Пятидесятницы в говорении на разных языках. Они не учились ни одного дня в Институте иностранных языков. И все слышали, говорящие не на их языке, а на речи. А на речи это какие-то бывают по областям, выговоры, как у нас говорим, чего, а этого чего нету. Что? Вот как говорят москвичи, и мы, нас можно вычислить, кто мы такие. Так по смыслу легко можно было узнать, что это, говорят люди, евангельским духом пропитанные. Иоанн Златоуст говорит, вот я сказал вам проповедь, а вы дальше не понесли. Все заглохло. Я один ничего не успею. Ниные говорят, он сказал это апостолам. Апостолам всю вселенную, двенадцать человеком. Люди не знают, что говорят. Мы сейчас посмотрим. Деяние апостолов, восьмая глава, четвертый стих. Когда началось большое гонение, апостолы остались в Иерусалиме. А остальные, как говорят, разбежались. И куда они попрятались? По родственникам, в разные села, в подполье залезли. Считаем, восемь четыре деяния апостолов. Между тем, рассеявшиеся, ходили и благорестовали Слово. Ходили, идите, бегите, но не сидите, не прячьтесь за монастырские стены. Это придумали потом уже, спустя столетия. Первые христиане, все до единого, старые и малые, они свидетельствовали о Боге. Как говорит, считаем мы, Григорий Богослово у других. На базаре подходит покупать что-то, а она видит, что она не православная. Почел мясо. Она говорит, а Христос, он равен Богу Отцу. И сразу начался разговор. И разговор такой был не один день, целое столетие. Когда христианство вышло на арему, им предлагали занять свою нишу. Вот как сейчас кто в Москву приезжает, называется толерантность. То есть снисходительность, не надо ни на кого обречать, говорить. Все равны перед законом. Но вообще-то это неплохо. Христианам показали вот одна ниша. Вот видите, это Ваал, а вот это вот Мордух. Пока Зевс, Менера, Юпитер, Кронос. Божества разные. Таких божеств насчитывалось около 500. У каждого народа было несколько богов. Не один, даже неизвестному богу специальный жертвенник был. Им предложили, вот ставьте статуи Христа, молитесь, у нас свобода полная. Вы понимаете, нужен мир. Христиане объявили, вот эти боги ваши, это бесы. Ну, конечно, каждый бунтовался. Как, я столько лет молюсь, прошу, получаю. Они иначе, зачем бы кололи себя жрецы Ваала, скакали, кровь лилась по ним. Они неоднократно вызывали какого-то духа, который отмечал. И тут они решили с пророком Ильей тоже делать, но номер не прошел. Все решили жизни. Итак, принимаете? Они отметили. Кристос Рогнян. Христос царствует. Поднятый вверх. Один, единственный палец. Молились не тремя пальцами, не двумя, а одним, как пишет Иоанн Златоуст. Почему? Бог единый. Христос царствует. Нет идола. И чем закончилось? Все 500 божеств, у которых были поклонники, духи злые, они вызвали своих соратников, кто им поклоняется. И все объявили войну христианам. Вылавливать и убивать. Малых детей. Все, под корнем убили. И где эти 500 божеств нет ни одного. С этими был Бог. И, наконец, все кончилось. Затея еще наступила. Христианская вера сегодня на самом первом месте в мире. На 7 миллиардов 785 миллионов жителей Земли называют себя христианами. Конечно, они... Какое общественное христианство? 2 миллиарда. 450 миллионов почти. Мы статистику сами не проводили, но скажем, да так. За ним следует почти 2 миллиарда идут мусульмане. Количество. Передо мной, я говорю, за год прошло 2600 мусульман, и ни один не считал свою книгу, которая вместо Библии у них называется Коран. Ни один. А у вас что, все знают? Я должен сказать, и все, и многие. А у них ни одного. У нас хоть кто-то зайдет по-славянски, услышит, там вообще нету. То есть это тьма. Это подготовка к престолу антихриста во всем мире, чтобы ни за что не цеплялись. И войну объявят только христиане. Ты антихрист. Ты претеща предсказанной апостолом Иоанном в апокалипсисе. И тебе недолго осталось, 3,5 года. Мы это знаем из Священного Писания. Они говорили обо всем. Считаю. Деяние апостола по 1,8. Где взять эту силу, чтобы свидетельствовать? И некогда, и занятия идут, и занятия сельским хозяйством, это необходимое все. Но ты должен знать, что есть путь, который может тебе неизвестить, через который ты можешь начать проповедовать, даже сидя думал. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. До края земли. Ни о каком алтайском крае, о Сибири, о России, они не знали. До края земли. А где край-то, кажется, на шар земной? Где край-то? Ты узнаешь, говорит, что крайний север, край бескрайний. Хотя считают его крайним севером. И там узнали люди многие о Христе. Нас Господь наставляет сегодня через Слово Своё. Идите, и проповедуйте Евангелие всей твари. В послании к римлянам. 10 глава, 17 стих. Посмотрите. Там апостол Павел прямо показывает, откуда веру взять людям. Итак, вера, слышание, а слышание от Слова Божия. Не от того, что придумали люди. Ну, ты знаешь, ходи в церковь, чаще исповедуйся, чаще причащайся, как сегодня говорят. Нет. От Слова Божия. Слово Божие – это Священное Писание. То есть Святая Библия. Словом Божием, может, ничто не называется. Это единственная книга, которая перед вами. Видите, у меня, когда человек другой считает, и считает, он не знал, что это место надо будет считать. Это убеждает людей, что ни одного слова мы не искажаем. Говорим так, как сказал Дух Святой. Сидите, обречетесь, Бог откроет. Вот смотрите, сидели на одном месте. Прошли где-то там краем Греции, кто-то обратился. Потом прошли века Болгария, в третьем веке Армения, потом дальше как. И к русским пришло уже в десятом столетии. Уже. Это где-то, это не год, не два, тысячи лет прошло. Почему никто раньше не пришел? Ну, были там отдельно Пьедр, Ян. Ну, все. А когда мы спустимся туда ниже, которая называется под брющем России, сколько там народу? Большие государства, христианства нет. Никто не пришел. За 700 лет никто не пришел. Семьдесят лет сидели по монастырям и встретились с новой верой, только когда они пришли с мечами под стены Константинополя. Теперь узнали. Брали с них налоги, подчиняли эти налоги, эти, сказать, и народы. Кажется, только рассказать. Молчали. А почему? А у них своя вера. Ну, ты понимаешь, будет суть Божий. Господь будет судить по Слову Своему, не потому, что люди написали. Для меня эпиграфом в жизни стало Евангелие Атиана 12.48. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас последний день. Последний. Дальше ничего нет. Часы мира остановятся. Мы привыкли день делить на часы, на минуты. Времени не будет. Написано, и времени больше не будет. А как? Не знаем. Мы знаем, времени больше не будет. А как? Есть ли где-то жизнь в других планетах? Не знаем. Библия ни слова об этом не говорит. Мы считаем Колоссиным 1.6. Как это знание Писания? Там как проповедовать, если не будут посланы? Значит, надо было посылать. Сейчас люди приходят и исповедуются. Батюшка что? Ну, знает, какие грехи-то. А там блудно воровство. А уже такие поменьше не считаются. Сквернословят, посты нарушают. Это уже не за грех считается. А ведь главный-то вопрос надо. Веруешь ли ты по Евангелию в Иисуса Христа? Дух Святой придет и обречит о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не верует в меня. Говорят, смертные грехи. Все смертные грехи, какие люди перечисляют, они в неверии. Вот это приверьте ребенку и себе повторяя каждый день. Благодарю тебя, Господи, за веру, данную мне Духом Святым. Я верую, что ты единый во Святой Троице. Ты взял грехи мира от Адама до последнего, который на земле человек будет. И убер. Пытки, которые испытывал Христос, когда сказал жажду, ни один человек не может понять. Я терплю за свой грех. Я виноват, меня наказывают, там порют или еще что-то. А это за весь мир. Мы можем только закрыть глаза и сказать, ничего не понимаю. Верую. Не знаю, а верую. И когда говорят, докажите, ничего не доказывайте. Написано, вера от слышания. Я. Итак, Колоссянам 1,6. Которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божьей истине. С какого дня у вас изменилось? Когда услышали? Сегодня не услышали. Вот представьте себе, что почти 2 миллиарда сегодня мусульман, они бы были православными. А ведь сидели в монастырь шли не больные люди, здоровые, крепкие, мужественные. И ни одного не посылали на это. Наисковый батюшка спросил бы свидетельству. Нет. А почему? Ну хотя бы раз. Хотя бы один раз. Хотя бы один священник. Как Библию-то читаете каждый день? Ведь сколько обмана бы открылось здесь. Почему столько у нас сейчас разных безобразий там и в полиции, и в начальстве, и везде все это пишут. Я сегодня прочитал одно дело, и в удивлении у всех, что это за народ такой русский? А в чем дело? Стоят на берегу реки на Урале. Маленький такой, который человек главный герой, и он стоит, звать его Алексей. Река протекает, холодная вода, Урал, он задом стоит. И рядом оказалась сестра, кажется, или же жена. Она говорит, смотри, там кто-то плывет по реке вниз там. И увидели, что это человек. Утонувший труп. И он 350 метров пробежал по земле. И еще в реке, говорит, почти 500 метров. В холодной воде. Ну, видит, труп надутый. Видно, что утонул человек. Он его схватил и вытащил на берег. А надутый водой, он такой тяжелый. Я, говорит, запыхался едва. Прошу, дайте полотенце. А люди стоят здесь. То шашлык готовят. Не один. Отвернулись от него. Вытереть даже нечего. Ну, начал делать, он врач. Он стал делать там дыхательное. Ну, врач знает, что делать. Воду вылить из него. Западает язык. Он не может еще сделать. Ну, хоть позвоните. Тут же телефон есть у каждого. Никто не звонит даже. Бросил ему, все ребра переломаешь. Она мертвая. Или он, даже он не знает, мальчик или девочка. Ей оказалось 7 лет. Настя. И вдруг она вздохнула. И дальше, сколько она находилась там в воде, и сколько он бежал. А почему мозги не отмерли? Потому что холодная вода наполнила, и в холодильнике мозги были. Все объяснено. И он удивляется. И не написано, верующий, он только на что-то за люди. Ну, я просил немного. У всех полотенца. Пришли, купаются. Ну, дайте полотенце. Не один. Отвернулись, и все. А он говорит, я в одних плавках ничего больше у меня нет. А сам-то от этого места где он уже выпал-то где? И, наконец, призвали. Скорая. И она где-то была две, что ли, недели в коме. И как ее оттуда вызвали из этого состояния. И дальше что есть? Какие разговоры идут? Домашняя мать первым делом. У меня была трезвая. У нее четверо ребятишек, кажется. Это маленький рассказ. Пусть нас доставят. Вот момент оказалось. Никто, ни мать, ни эта девочка семи лет, никто о Христе, о Боге, ни слова. А если бы это был верующий? А если бы верующий это сделал? Там был. Ну, судя по всему, верующих там не было. Рассказать о Христе. Момент. Нужно все время смотреть. Не время ли пришло явить мир у Христа, который меня избрал? Вот первые христиане, они на каждом слове находили какую-то ступеньку приблизиться к Богу. А ты сегодня обедал, а Бог никого не оставляет без обеда. А у вас какая семья? Сколько Бог даст, то и вырастет. Ты каждое слово, которое тебе здравствуйте, здравствуй именем Христовым. Все болеют, а я не болею. Все. И каждый раз старайся найти тропинку, людям указать путь ко Христу. Ефесянам 2,17. Апостол Павел об этом говорит, ставодя как научены, вера ваша пошла по всему миру, то есть от них новые и новые люди обращались. Ефесянам 2,17. И пришед, благоествовал мир вам, дальним и близким. мир. Мир трех родов бывает. Мир с Богом через Иисуса Христа. Мир между собой, чтобы мирно мы жили-то, не преследовали, не злопамятствовали. И мир в самом себе. Примириться с Богом. Я в 23 года Евангелие получил. Сколько у меня было сожалений, теперь как-то так уже затерлось это временем. 23 года. Скольким людям я мог бы и в армии, и был прорабом, передо мной заключенный, я в органах МВД работал. Скольким людям я мог бы рассказать о Христе. А что я скажу, когда сам не слышал? Я знал, Бог есть и говорил, этого делать нельзя. Все, вся моя вера кончилась. А дать Евангелие, переписать, хотя бы строчку нет, я в руках Евангелие не держал. Не видел и слова это даже не слышал. Исайя 42, 10, 12. Посмотрим, как Ветхий Завет откликался на проповедь, на прославление Бога, Его милости, Его щедрот. Исайя 42, 10 по 12 стих. Пойте Господу новую песнь, хвалаемую от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие Его острова и живущие на мир. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают, совершив гор. Да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Я первый раз узнал, как распространяется Евангелие на Балтийском море. Там, если иностранные корабли приходят, то нельзя приносить что-то. И находятся там, где он бывает, там Стокгольме, других там, города где-то, за рубежи, куда корабли отсюда уходят. И ходят молодые люди и показывают Библию на русском языке. Ну, когда-то отвернулся, кто там милиция смотрит, он раз Библию себе взял. И так в России попадали Евангелие, Библии. Я это видел, держал в руках. Он разговаривать не может. Сказать еще не знать. Он написал, Иисус воскрес. А я опять застегнул, ничего нигде не видать. Если мы желаем распространять Слово Божие, Бог даст нам способ. И поэтому не надо ссылаться ни на что. А я парализованный, лежу в постели. О, какое удобное место. Ты прям все время в небо смотришь. И человек начинает, как ты помолись, чтобы Господь открыл здесь какое-то окно. Мы здесь находимся сколько времени, и люди нам не интересуются. Приехал кто-то, если что-то снять, украть бензин там где-то. А чтобы приехать и пожелать о Христе услышать, ну не потому, что мы все села проехали везде Евангелие дали. В каждый дом занесли Евангелие. Около 30 тысяч только раз дали бесплатно. Но это другая причина, что люди не нуждаются. Может быть, вот это великое горе, которое сегодня постигает людей, обстановка в стране, может быть, это побудит. Иоанна 15-16 Евангелие. Мы говорим о благовестии. Настроить себя на это. Мне рассказывали, когда баптистская семья пришла, обратилась, приняли крещение, все, и она, кажется, с священником познакомилась. У нас, говорит, было так, утром встаем, говорим, друг другу вызываем, ну как, сестра, день прошел, ночь как была, а какое местописание считала. У нас, говорит, круг такой есть, свои знакомые. А тут православные. Есть такие, с кем могу перезваниваться и спрашивать? Забудь про это. Ни одного нет. Да ты-то зачем здесь? Я был в шахтах Ростовской области, там молодой священник Иоанн. Ну, видно, что 30 лет нету. Я даже не о годах говорю. Пришел, и мы его записали. Я, знаете, был в молодежном собрании баптистов. Ох, сколько там молодежи. Маленькие дети с ними занимаются. Сколько? О, 300, что ли? Он в глаза не видал столько. А почему? Они все свидетельствуют. А дети, которые уходят сейчас, где-то живут в городе, кому они засвидетельствовали? А здесь же были люди, которые у нас заканчивали университеты, из потеряевки вернулись. Их спрашивал, ты кому-то на работе, на ущербе сказал? Нет. Ну, а преподаватели-то знают, что ты верующий? Ну, может быть, догадываются. Ну, почему же ты не сказал-то? Почему другие-то, которые веруют, они боятся? И они свидетельствуют. И бывает такой большой приплод. Новые люди приходят, преподаватели, профессора. Я свидетель этому. Я на то настраиваю, если мы это даже не делаем, чтобы воздохнули и сказали, Господи, прости. Самое главное упустили. С пустыми руками придем перед Богом. Когда кончится все. Да, тут стоим и понимаем, томимся, что считали, для кого. Но сказать о Христе, что Он умер, и воскресли, придет снова судить мир. Это-то мы можем. 15-16. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Заметьте-ках, молитва в конце стоит, чего не попросит. А почему? Я избрал, послал, а теперь идите, и теперь там идете, чего не попросите, и Бог все это выполнит. Это впервые прозвучало на земле, что мы такие, ну маленькие, кто мы такие, это там микроб какой-то, и вдруг нас Бог избирает, посылает, возвышает, сохраняет, устилает путь лавром буквально. И ты даже не знаешь, кто тебя где ждет. Если я когда начну рассказывать, у вас, говорят, конца края не будет этим рассказом. Я то, что имею, свидетельствую в городе совершенно незнакомую, вот когда мы в миссионерском путешествии было, вот 1 сентября отмечали. Сколько лет? 1 сентября в Беслане 1300 человек детей захватили, убили сколько? Только убитых 333. 700 с лишним только раненых было. И мы там были, и мой ролик нашли, когда мы в этом Беслане, и я там говорю, прохожу пулями, вся испещренная стена, и фотографии взрослые, матери были. Первая идея, линейка первая была, и в это время захватили. Сколько их было, никто не знает, террористам. 20 с чем-то было, примерно. Смертицы были, на которых навешан был груз взрывчатки, в случае чего взорвать, чтобы себя. Там все подробно описано где-то. Я перехожу от одного места на другого, и там аж и человек, который рядом был, я спрашиваю, все отвечает. Вы просто можете зарядить Бесланг, 2013, Игнатий Лапкин. И вы увидите, как там было свидетельство. У меня такое сокрушение духа было. В библиотеку пришли, у нее сын погиб. Видно, женщина была такая видная, черты лица просто показывают. И вот эта пищать скорби о погибшем сыне или дети, а так застыла на ней. Она все там. Почему никто ей не сказал, будет встреча, дети невинные. Господь рассмотрит, увидит, как будто никогда. Но мы сколько могли побеседовали. А эта беда, может, и не последняя. Сегодня, может, она увеличенная в тысячу раз пройдет по стране. 20, Евангелие Теана 20-21. Я к тому говорю, что Господь посылает и сегодня. Только надо посмотреть, а не пропустить этот голос. А когда он меня посылал? Расслышал ли я этот голос? Я вспоминаю, где с кем приходилось беседовать до Евангелия? Неоднократно меня Господь находил. Я пропустил. Теперь уже задним числом я вижу, это Господь делал так. Были люди верующие. Я мог тут узнать все. Прошел мимо. Заходил в храм, но там не было проповеди, но, может быть, Евангелие было, не знаю. Я до мелочи перебираю свою жизнь и вижу, многократно раньше я мог прийти к Богу, не в 23 года. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня отец, так и я посылаю вас. Ничего себе, Сравнение какое. Как его послал? Послал на проповедь и на смерть. Так и я посылаю вас. Это опасная для жизни тропа. Ты выходишь практически на войну против всех. А он не так поступает. Обречись, скажи. Господь спросит. И вы говорили, да, говорила я, в милиции, где у меня собака работала, все знали это. Но нигде не было покушения на мою жизнь. Внимательно слушай. А вот вы вчера там разговаривали, вы сегодня могли бы сказать. И потом перестройкой и меня уже в милиции, все отделы, пять отделов милиции в Барнауле, городской, в воде и краевой, это сотни офицеров. И за мной приезжает их машина, офицер, полковник. Я перед ними выступаю. Никто не ожидал такого оборота событий. Лука 24, 47. И проповедано быть во имя его покаяния и прощения игроков во всех народах, начиная с Иерусалима. Во всех народах. Вот когда материал Кирилл встретился с папой Франциской в Гавании на Кубе, некоторые перестали упоминать, а вот они продали все католикам и есть такой фильм Фарпост. Там монахи построили много храмов за стенами и набрали детей там много сотен и больных таких, и зараженных СПИДом, и все это показано. Там премия за премием за этот фильм дают. Но они узнали, я не знаю, как они на меня вышли, почему-то поняли, так что я одобряю, что они перестали патриарха поминать. Я говорю, это никакой роли не играет. У вас же там есть румыны, есть украинцы, есть русские. С чего же вы сидите, почти две сотни монахов? Да вы отберите по отдельности, это был Евангелие, это читайте, и отправляйте в эти страны. Страны-то. Я по-болгарски ни слова не знаю, а у вас болгары. Посылайте туда людей-то. Они мне сразу перестали писать и все. Я говорю, оставьте старых, которые могут ухаживать за детьми. У вас все есть, люди жертвуют. Марка, 13,10. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Во всех народах перед кончиной мира ясно, что речь идет не об апостолах. И можно задать вопрос, а какую роль сыграю я здесь? Где-то что-то не так, сломалась машина или в дороге, кто-то помогает. Ну, мысленно помолись, Господи, как ему сказать о Христе? Он припомнит это. Вот мы беседовали во Фмунзе, хорошие были ребята, баптисты, но они не приняли то, что я им говорил о тысячелетнем царстве. Мы уехали не в Америку. Сама раз с машиной все уехали, а он остался видимо в лесу там и стал припоминать и вспомнил, как мы на баррикаде 34 беседовали. Ему внезапно Бог открыл все. И он мне сразу позвонил из Америки, Николай, и говорит, я понял это и принял. И теперь даже не узнаешь, что баптисты там вообще безбородые. У меня, строго, и женщины в платках. Господь открыл, когда он был один, остался там ночевать, с машиной друзья отошли. Бог выберет момент, когда все это даст плод, если оно посеяно. Мы с ними беседовали. Во всех отношениях хорошие люди, но не православные. Псалом 95.3 Еще три места прочтем. 95.3 Возвращайте народу славу Его и во всех племенах чудеса Его. Это в Ветхом Завете. О всех чудесах. Вот сейчас бы дали тебе бумагу, или ты взял сам ее, и сказали, какие у тебя были чудеса за последние хотя бы два дня, или два месяца, два года. Что-то мы написали бы, что в обычные рамки обыденной жизни не помещаются, только чудо Божие, что так случилось. Надо научиться, написано, исследовать самих себя, научиться. Исследуйте Писание, исследуйте самих себя, верили вы, что мы ходим, молимся, это замечательно, но надо себя узнать. Когда Господь подходит ко мне, слышу ли я, как Он действует на мою совесть, потому что нам придется отвечать перед Богом за все. Римлянам 10.18 Послание апостола Павла к римлянам. послание послание к римлянам. 10.18 на жатву на жатву на жатву И 17.18 Молиться ты можешь о том, чтобы Господь выслал таких делателей, истинных, не еретиков. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. А он еще сказал дальше. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот так. Радуйтесь тому, что вам доверено это. И Откровение 14.6 Мы увидим, как сегодня можно свидетельствовать, не выходя из дома, выбрать время. 14.6 И увидел я другого ангела, летящего посереди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Как подможет ангел как может всякому языку племени один ангел понимает это все, что идет эфиром. Раньше говорили, это запись радио, телевидение, сегодня особенно интернет. Новые души. Я могу показать, кто пожелает, какие новые души приходят. Бог открывает истину. Я, говорит, наткнулся случайно на ваши ресурсы, и мне Бог открыл. Открыл, и сейчас в церковь человек входит. Кто-то стал священником. Ангел, который летит по небу и несет вечный Евангелие. Картина никому не показана такая, все это в духовном плане. Действительно, все, что касается там, где царствует зло, духи господствующие в воздухе, демоны, там особенно много нужно сегодня труда, потому что интернет это самая большая мировая свалка, побойка. Всякая мерзость есть. И когда туда видят, что я захожу, а вы-то старые, зачем туда зашли? Вас ищу. Что вы делаете? Я отвечаю, Вас ищу. И начинаю говорить о Боге. Сначала человек никак не соглашается, а потом уже открывает скайп, и мы уже встречаемся не один раз. А другой встретил, и меня сразу называют по имени. Я говорю, лет 10 вас смотрю. Я даже не знаю, я его, наверное, 10 лет даже не... Только другие какие-то смотрят. То есть каким-то образом Бог открывает это. Ты сам не можешь это сделать. Молись, у кого эта возможность есть. Принявший пророка во имя пророка получит награду пророка. А он еще не сделал, этот человек. Просто принял, накормил и никуда из дома не выезжал. И тогда благословит нас Господь выполнить то, что Он повелевает. Ему слава Аминь. Аминь.